Здравствуйте, Накрасьте! Меня зовут Анна Травченко, и вы на моем канале. Сегодня я вам расскажу, как правильно очищать кисти. На рынке очень много средств для очищения кисти, и мы сегодня разберем, в чем же их разница. Во-первых, разница в спирте, который там используется, если эти очистители спиртовые. Может быть, либо изопропиловый спирт, либо этиловый спирт. Изопропиловый спирт изготавливают из нефтепродуктов, и он является токсичным. Поэтому, если вы пользуетесь таким очистителем, то, скорее всего, у вас будет першить горло, вам будет плохо. Например, у меня идет кровоизноса на изопропиловый спирт. Поэтому, когда мы делали очиститель, наша задача была прежде всего сделать его на этиловом спирте. Поэтому, если мы смотрим на очиститель дизал, первый компонент у нас идет этиловый спирт, 70%. Этиловый спирт делают из органических продуктов, например, из пшеницы, из кукурузы. Его можно употреблять вовнутрь. Здесь спирт называется этиловый денат, денатурированный. Что такое денатурация? Денатурация – это когда берут спирт и делают его непригодным для питья. То есть, либо добавляют какие-то вещества, чтобы у него был неприятный вкус, либо неприятный запах. Второй компонент в составе очистителя дизал – циклопентасилоксан. Что такое циклопентасилоксан? Это силикон, очень мелкомолекулярный. В чем его особенность? В том, что он летуч. Когда вы его наносите на какую-либо поверхность, он увлажняет, но молекулы улетучиваются, и уходит вот эта жирность. Еще одна его очень классная особенность – то, что он растворяет крупномолекулярные силиконы, которые содержатся, например, в тональных кремах, либо в жирных текстурах, в жирных тенях. Нам-то, визажистам, сложнее всего, что убрать жирные текстуры с кистей. И вот именно циклопентасилоксан их хорошо растворяет. Еще очень важный момент относительно циклопентасилоксана – это то, что его используют в средствах для волос, которые не нужно смывать. То есть, данный силикон, он не забивает поры ни волос, ни кистей. То есть, данный силикон абсолютно безопасен. И третий компонент, который находится в составе – это дидецилметиламмониумхлорид. Кажется, достаточно страшное слово, но ничего страшного в нем нет. Это компонент, который используют для дезинфекции в стоматологиях, в больницах. Им обрабатывают инструменты, и он здесь добавлен для усиления антибактериального эффекта. Есть все тестирования, что данный очиститель убивает абсолютно все бактерии. Мы возьмем с вами тональный крем, очень стойкий. Вымажем кисть, причем давайте мы ее прям хорошо, чтобы оно впиталось. Вторую кисть давайте вымажем в сухую текстуру. Специально взяла кисти дуофибра, чтобы был виден цвет. Вобьем в кисточку пигмент. И теперь очищаем. Когда вы берете кисть, мы будем очищать по одной, но на самом деле, когда я работаю с клиентами, я очищаю все сразу. Вы хорошо побрызгали и подождите буквально 30 секунд, для того, чтобы циклопентасилоксан начал работать. После этого просто нужно потереть об салфетку, и у вас весь пигмент остается на салфетке. Особенность состава в том, что его не нужно смывать водой. То есть вы кисти очистили, и сразу можете ими продолжать работать. И теперь очищаем вторую кисть, которая у нас в тональном креме. Вот даже я только нанесла, видно, сразу начинает уже светлеть кисть. Даже несмотря на то, что я ее не очищала салфеткой. Вечером, когда у меня большое количество грязных кистей, я их все брызгаю очистителем, жду буквально одну минуту и далее промываю с водой. Тогда у меня кисти абсолютно чистые и полностью дезинфицированы. Но можно и не промывать водой. Но если вы работаете в течение дня и несколько раз очищаете просто очистителем, в конце рабочего дня я вам все равно рекомендую промыть кисти хорошо водой плюс специальным шампунем. Надеюсь, информация для вас была полезной. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok